И сегодня пятая недельная глава книги Бе Мидбар, то есть книга чисел в пустыне, и называется она Корах. Это 16 глава с начала главы по 18 главу 32 стих, и автора, это первая книга Шамуэля, или у нас Первое Царство, 11 глава 14 стиха по 12 главу 22 стих. Итак, И пристали они перед Маше вместе с людьми и сынов Израиля 250 человек, вожди общества, призываемые на собрание, люди именитые. И я, как всегда, люблю давать название главам, и можно было бы так и заглавить эту главу. На Майдане Белескини революция Еде. Как мы видим, вожди революции были из богатых, из знатных людей, поэтому эту революцию можно было бы сказать, что это была первая в истории буржуазно-демократическая революция. Правда? И глава рассказывает о мятеже против Маше и Аарона, и поднял его Корах, а также присоединились левиты некоторые, и присоединились некоторые из Реувена, из колена Реувена. И к этому борцу за справедливость, значит, начальники общины, люди именитые, они рассказываются. Ну и конец их был весьма печален, вы помните, да? Раскрыла земля уста свои и поглотила их, и домочадцев их, и всех людей Кораха, и все имущество. И было умерших от поражения 14 700 человек, кроме их умерших за Кораха. Это довольно серьезная цифра, правда? И можно сказать, что такое, знаете, как еврейский тост. И тогда одна маленькая, но очень гордая птичка сказала, лично я полечу на солнце, знаете, кавказскому пленецу. Но она быстро обожла свои крылышки и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы, как бы высоко ты ни летал, никогда не оторвался от заклонов Торы. Видите, что интересно? Корах бен Изгар из колена левый был очень обижен, что Маше не назначил ее на высокую общественную должность. Он думал, как говорит Медраж. Моя мазаль, то есть судьба, возвещает, что я рожден для величия. Почему мой дед назвал моего отца Изгар масло? Должно быть, он предвидел, что подобно маслу, которое всплывает на поверхность, мой отец произведет на свет выдающихся сыновей, заслуживающих масла помазания, а значит и высокого положения к сыну правителя. Смотрите, как интересно. Если говорится о человеке, то говорят, что он сын такого-то. Иногда добавляется мать. А видите, удивился Корах, сын Изгара, сын Киата, сын Леви. То есть здесь говорится его не просто родословность, что он был сын такого-то. Сын значит потомок. То есть он был одним из самых выдающихся людей и был не только сыном Изгара, но сын Киата. Киата, помните, это одно из племен левитов, которое носило, по-моему, ковчег. И сын Леви. То есть он считал себя одним из самых выдающихся левитов. То есть мог бы сказать, что вот сыны Леви, Маше и Арон, они ничем не лучше меня. Потому что я тоже сын Леви. Вот так он себя представлял. И так вот говорит Тора. И он, говорят, был одним из мудрейших среди левитов. Но что в нем было? Гордость, да? Гордость. Ни разум, ни происхождение. Вот ничего не дают, если что есть. Гордость, правда? Кто самый гордый? Кто первый бунтарь? Сатан, да? Он поднял бунт среди ангелов. Фактически Корох повторил то же самое в Царстве Божьем. Правда? То же самое, что Сатан сделал на небе. То самое Корох сделал на земле. Ну, так сказать, в отдельном взятом Царстве Израиля. И Митреш говорит так, что выдающийся был весь род Короха. Его предком был Кеат, а семья Кеата была самой уважаемой среди левитов. Корох был двоюродным братом Маше и Аарона. И говорят, что он был одним из носителей ковчега. То есть это очень почетная должность. И Корох был весьма образованным и ученым человеком. Благодаря духу святости он предвидел, что среди его потомков будет пророк Самуил, а также 14 групп левитов, которые будут толковать священное писание с помощью духа святости. Видите, как интересно. А почему же сыны Короха остались живых? Те сыны Короха, которые не участвовали в этом бунте, да? То есть здесь было еще разделение не только между обществом Израиля, а между что? Отцами и детьми, правда? Отцами и детьми. И говорится, что у него даже был дух премудрости и дух святости. Но вся вот эта гордость, она нейтрализовывала все то, что хорошего было в нем. Корох говорил, мое предназначение в том, чтобы стать источником величия. Я для этого сам должен достичь высокого положения. Он предвидел взвышение своих потомков, и это укрепляло его веру в успех бунта против Маше. Самоуверенность Короха основывалась также на его невероятном богатстве. Он считал, что Ашем благоволит ему. И это сказано в притчах Мишлей, 18-23. Богатый человек говорит дерзко. И поэтому еще я говорю, что трудно богатому попасть в Царство Небесное. То есть не тому человеку, который богат вообще, но тот, который это богатство ставит в центре своей жизни. И Корох был одним из самых богатейших людей. Поэтому мультимиллионер Корейка, которого обчислил известный всем нам Астап Бендер, да? Видите, Корейка, от слова Корей, это русский вариант Короха. Это опять еврейские такие вот реминесценции. И вот здесь одна личность, которая похожа на Короха. И о ней сказано. Ты находился в Эдеме, в Саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Да? Рубин, топаз, алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир. Скажите, у кого еще эти камни были на одежде? У первого священника, правда? Не про священника. Корбунку, изумруд, из золота. Все было искусно выложено. Здесь написано в гнездышках. Если взять иерейский оригинал, то получается, что он сам был пронизанный, вот как свирель, как музыкальный инструмент. Приготовлено в день сотворения твоего. Ты был помазан херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Вот когда я себе представляю эти огнистые камни, знаете, и вот эти все цвета. Если человек, который не знает, никогда не видел лазеров, дискотеки, может себе так это представить? Да, где слава Божья. Вот помните в субботней проповеди, или я не помню, не проповеди, или Абсадзоршвили, или Сережа, да? Насчет того, что там, что были у них? Гусли, да? Ну, гусли, это, вы понимаете, опять-таки, русский перевод. Гусли, это чистославянский такой музыкальный инструмент, да? В действительности, там сказано пасандер, и еще сказано, значит, кефара, да? Кефара, греческий вариант, название. То есть, пасандер, это современная пианино на юрите, да? А кефара, это что? Гитара. То есть, будет на гитаре. Вот представьте себе, человек, который видит славу Божию, да? И вот он видит прославляющих. На чем? На синтезаторе музыкальном, да? И на гитаре. Но так как он не знает названия этих инструментов, он потребляет наиболее близкое по своему пониманию. То есть, мы говорили, помните, метафорическая деформация происходит. И вот эти огнистые камни, правда, похожи на то, что происходит на дискотеках? Сатан все делает. Вольтер назвал дьявола обезьяной Бога, правда? Обезьяна всегда подражает. Но обезьяна остается обезьяной все равно. Итак, ты был помазан хирургом, чтобы осенять, да? Ходил среди огнистых камней. Ты совершенно был в путях твоих. Со дня сотворения твоего доколе не нашлось тебе беззакония. Какое? От обширности торговли твоей, внутреннее твое исполнилось неправдой. И ты согрешил. Похоже, это то, что произошло с Кореем, да? Корохом. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, да? И иззнал тебя хирургом оселяющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость свою. И за это я повергну тебя на землю, перед царями отдам на позор. Множество беззаконий твоих и неправедной торговли твоей ты осквернил святилище мое. Я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все, знавшие себя среди народов, изумятся о тебе, и ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Это Игескель, языки 28 глава, с 13 по 19 стих. И мы видим, что Корох тоже был один из самых богатых, самых мудрых людей в своей роде, в своем племени. И знатного происхождения, то есть тоже как принц, двоюродный брат Маше. И он был недоволен положением, которое он занял в общине, и обвинил Маше в узурпации власти. Но при этом, естественно, как всегда, он выдвигал определенные политические лозунги. Как вы думаете, если бы Корох сказал, меня обидели, я хочу восстановить справедливость. Кто-нибудь за ним бы пошел? А он заявил, что все евреи святы, видите, все евреи святы, поэтому не только Каэны, но и все сыны Израиля имеют право служения в храме. И к этому борцу за справедливость, как вы знаете, присоединилось 250 человек, которые сразу погибли, еще 14 тысяч, которые погибли что? Позже. То есть можно себе представить результаты этой революции. Почему же остались живыми сыны Короха? Всевышний вообще хотел уничтожить всю общину, но благодаря мольбам Маше и Аарона наказание пало только на мятежников и их семьи. Видите, здесь мы видим, если некоторые говорят, почему же тогда погибли дети, почему же тогда погибли жены, семьи. Но здесь как раз мы видим конкретно людей, которые что? Не погибли, будучи членами семьи. То есть они что? Они отвергли, отвергли, да? И поэтому остались, а что? Живы. Если бы они шли вместе со всеми, стало быть, эти жены и те, кто погибли, они что? Поддерживали. Поддерживали тех, которые были, вот эти 250 человек, начальниками такой революции. И видите, это первый опыт религиозной также реформации. Отделился Корох, да? Видите, слово отделился. Отделился. А что означает слово деноминация? Да, отделенное. То есть до этого все общество израильское было единое. И вы знаете, что все христиане когда-то тоже были едины. А потом что они произошли? Начали разделяться, да? Мы видим, что уже даже Павел видел нечто похожее. Когда они говорили, я Аполосов, я Павлова, я Петров, да? Но дальше произошло еще хуже. И поэтому он отделился вместе с этими людьми и сыны Реумена. А сыны Реумена, вы помните, Реумен, это какое было колено? Старшее, да? Старшее колено. Но оно было еще Яков, да? Отверх Реумена за что? Да, помните, за блуд. За какую-то вещь, что он совершил. Точно мы не знаем. Но определенные там вещи наблюдались. В общем, это даже наблюдалось в Первопостольской церкви, которая сожительствовала со своей мачехой. Правда? Похоже это на то, что... Ну, Павел, когда писал Харинфин. Похоже это на то, что делали сыны Реумена? Видите, проходят тысячи лет, а проблемы что? Остаются теми же самыми. Потому что человеческая натура, она что, меняется? Она практически не меняется. Да? Мы рождаемся таким же, каким родились потомки Адама. Нас есть и царь Гора, который ведет нас к козлу. Да? Мы не рождаемся грешниками, но мы рождаемся со склонного к стюка греху. И вы знаете, тысячелетия люди совершают те же самые грехи. Правда? Только они по-разному это называют. И эта реформация очень похожа на реформацию Мартина Лютова, которая закончилась полутора столетиями религиозных войн, когда христиане по всей Европе убивали христиан. И заключительный такой аккорд – это 30-летняя война. И в результате была ничья. Кто чем владеет, тем владеет. Вот так. То есть в результате были убиты миллионы людей. Но еще эта война не закончилась. В 1648 году эта война перекинулась на территорию Украины. И Мартин Лютер был антисемитом, да? И Богдан Хмельницкий был антисемитом. И это вот такой образец. Когда церковь сама думает, что может распоряжаться так, как она хочет, то что в результате получается? Разделение, кровопролитие и другие вещи. Ну, кстати, если говорить о Мартине Лютере, то он первоначально не хотел отделяться от католической церкви. Он выступал против чего? Против индульгенции. Но впоследствии это приобрело политический такой вес. Потому что князья немецкие и германские, они хотели отделиться от Священной Римской империи, от Папы Римского. И в результате Мартин Лютер стал вот такой разменной фигурой в политической игре. И мы видим, что Корах в своей философии исходил как бы из правильных посылок. Но из правильных посылок до правильных выводов очень далеко. То есть в иудаизме проводится четкое различие между двумя факторами. С одной стороны, каждый еврей содержит в себе искру святости. Но с другой, в Торе, как и во всякой специальной области знания, сложные вопросы решаются не большинством и не из здравого смысла, а определенными людьми, которые ставят на это Бог. Если церковь какая-нибудь, есть такие церкви в Соединенных Штатах Америки, будет решать демократическим путем. Вот давайте разрешим сексуализм. Кто за? И 80% церкви проголосуют за. Или за другие какие-то вещи. Видите, оно не сразу идет, оно постепенно, постепенно все это отходит. А потом вот доходит до определенных вещей. И мы сейчас видим, что происходит. Есть церкви, в которых просто пастора избираются как? Большинство голосов. И пастор не имеет никакого, как говорится, влияния церкви. Его в любой момент могут что? Снять, да? Или собраться в церковный совет, отменить решение пастора. Плохо, когда монархическая, строгая такая вот, как католическая церковь, да? Вот. И очень плохо, когда вот такая демократическая церковь. Я еще раз говорю, демократия, это что, от Бога? Нет. Я еще раз говорю, что я не говорю о политической власти в стране. Делайте, что хотите. Да? Но когда говорится о церкви Божьей, значит, мы говорим о царстве Божьем, но не о демократии. Итак, первый, это уклон демократический, да? И второй, монархизм. Когда пастора или лидеры церкви становятся деспотами. И какой же выход? Да? Две тысячи лет назад дал нам выход Иешуа. Тогда Иисус начал говорить народу, ученикам своим, и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Ну, в современном теологи и лидеры церкви. Правда? Пойдет? На Моисеевом седалище сели теологи и лидеры церкви. Итак, все, что они влядят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Это очень интересно. Скажите, Иешуа, оказывается, не отверг ровенистическое толкование иудаизма? Или отверг? Нет. Что он отвергал? Он отвергал вот это самое лицеверие, религиозность. Если ты не делаешь сам, ты это не можешь требовать от других. То есть, они были такие лидеры, сидящие на горе, да, и показывающие сверху, как надо делать. Я настоящий учитель, он идет вместе со своими учениками. И мы все осознаем свое несовершенство, правда? Я тоже учусь в процессе, вы меня учите, я у вас учусь, вы у меня учитесь. Может быть, я что-то действительно, ну, да, и часто, почти что все, говорю не то, что делаю, но хотя бы, говорю, как надо делать. И стараюсь это делать, да? Вот. Но самое страшное, когда люди говорят, что я уже все сделал, я уже всему научился, я уже совершенен. Я уже совершенен. Видите, мы имеем святость, которую мы получаем, да, в смысле искупления грехов и так далее, но нам еще далеко-далеко до той святости, которая Ишуа Мессия. Если Павел говорил, что я к этому только бегу и не добежал, правда? Вот. То мы еще и до Павла не добежали, правда? Поэтому вот такие вещи нам надо обязательно помнить. И ученики Ишуа тоже, помните, все время пытались в Царстве Божьем сесть по правую и по левую сторону. Даже мамочка там, видишь, и мама бегала, да, мать сыновей Завидеевых, подбежала к Ишуа и говорит, скажи, чтобы эти два сына мои сели, один у тебя по правую сторону, а другой по левую, царство твоем, да? А Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещение, в которой я крещусь? То есть здесь говорится и о страданиях, и об ответственности. Вы знаете, что если пастор в настоящей церкви, у него такая чаша. Если он действительно пастор, а не такой вот монарх, который что хочу, то и делаю. Так что об этом тоже говорится. И говорит, чашу вы будете пить, и крещением, в которой я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левой не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Скажите, Ишуа имел власть? Он ни в коем случае не отходил от своей божественной сути. Но он когда был на земле, он что говорил? Даже не я это назначаю, но отец мой. И так всякому. Помните, мужу, жене. Муж, да? Мужу кто? Машех, да? А Машеху? Отец. Хотя Машех, он и есть одна из личностей, и обладает той же власти и святости. Но он добровольно поставил себя ниже отца, и ничего не делал, кроме того, как видел отца творящего. Почему? Чтобы показать пример нам. Правда? Как нужно делать? По крайней мере, я так понимаю. Не потому, что, как говорят свидетели Иеговы, он не был Богом, поэтому, говорит, не знаю, вот когда пойду, Богу он мне скажет. Да? Знаете, что свидетели Иеговы говорят, что Иисус, вот и Архангел Викраил. Вот. Не поэтому, а потому, что он показал нам пример. Если я так делаю, так вы тем более должны делать. Ну, и ученики сразу накинулись на тех двух братьев. Почему? Можно сидеть, а нам нельзя. Да? Видите, какая получилась интересная штука. И что? Уже, так сказать, идет. Совершить свои дела. Они тут спорят, да? Кто будет в царстве. И надо как быть? Не царствующими, да? Не царствующими, не властью, а служителями. Помните, мы говорили? Слугой, слуга, мешарет, цар. Цар – это означает служащий, цар. Это министр, а министры – это служение, да? Вот. А есть такие, которые мнят себя царями. Но царь, вы знаете, он тоже зависит от своих подданных. Нет такого царя, который не зависит от своих подданных. Согласны? Вот. Хорошо. И это определяется, все, что призвание наше определяется не нами, а Мессией. И каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть дар – это не нечто такое, чем мы могли бы гордиться, да? Дар – это набор инструментов, который дается нам для работы. И мы можем иметь самый лучший совершенный набор инструментов, и мы не будем пользоваться. И не умеем им пользоваться. Иногда Бог по своей милости оставляет нам эти дары, да? Потому что Он дает нам безвозмездно и в надежде, что что-то будет делаться. Иногда мы пользуемся дарами, но мы недостаточно возросли внутренне. Вы помните, вот книга была «Генералы», да? И что с этими Божьими генералами было? Да, практически все упали. Почему? Они имели дары, и все через них Бог действовал и конкретно действовал, да? Потому что это не их властью делалось и не их святостью. А чьей святостью? Божьей святостью. Но в то же время у них какие-то возникали духовные проблемы, которые они не смогли преодолеть. И, к сожалению, в харизматических церквях очень часто такие вещи бывают, да? В особенности, когда новообращенный, вот он получает все дары, да? И он начинает действовать. И очень часто, я же говорю, у нас чудеса, исцеления происходят только по милости Божьей. Чтобы люди, что, не возгорделися, да? Не возгорделися. Если человек, имея дары, не возрастает, и Бог этот дар не отбирает, то возникает очень сложная проблема для этого человека. Я думаю, что они тоже эти Божьи генералы, царство Божие. Но они не получили той награды, да? Которую они могли бы получить. Но нам кажется, подумаешь, что равно не орден, а медаль. Когда мы предстанем перед Богом, то все вот эти наши внутренние, да, гордости, они растают, сгорят. И мы будем, очень стыдно будет каждому из нас. И мне тоже будет стыдно, в первую очередь. Хорошо. Итак, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Почему? Он вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Вошел, значит, что он снисходил в преисподние места земли. Помните, мы говорили о ракете, которая прежде чем взлететь, она что делает? Отсчет от десяти идет до одного. От одного до десяти. То есть для того, чтобы взойти на небо, что нужно сначала? Сойти вниз, да? Сойти вниз. И Бог бы он не сходить в бездну. Кстати, неизвестно, что он там делал, кому он проповедовал, да? Петр так немножко приоткрывает, да, завесу. Ну, интересные такие вот вещи можно размышлять. Если люди грешники, значит, что он тогда проповедовал? Видите? То есть проповедовал, скорее всего, о спасении. О спасении. Хорошо. Итак, для чего это дало? В совершении святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть, если мы это не делаем, то наш дар не служит. В лучшем случае он вообще бесполезен, да? А в худшем случае он что? Только надмивает нас и способствует нашему падению. Хорошо. Теперь еще были там два лидера, такие Дотан и Авера. У них тоже был свой зуб на Маши Арабейну, который они заточили еще со времен Египта. Эта сладкая парочка не пропустила практически ни одного случая, чтобы не высказать все, что они думают по поводу богоизбранного лидера еврейского народа. И не подстеречь, почти всегда достаточно успешно предложить Египта, разделить их точку зрения. И вот им представился такой удобный момент. Типа такое. Значит, долой власть Маши Арабейну, передайте-ка я лучше нас руки. Ну, как есть такой лидер там, мы за светы, но только без большевиков. Мы за царство Божие, но только без Маши Арабейна. Ну и мы видим, свобода, равенство, братство. И этот лозунг был лозунгом всех революций. Вы помните, революция, которая была во Франции, да? Это, кстати, масонский лозунг. Закончила свобода, равенство или братство. И в нашей революции то же самое. Видите, это еще такой случай, когда Бог наказывает человека богатством. Можно человека богатством наказать? Можно. Можно. И говорят, что были два человека, которые из-за своего богатства потеряли этот мир и мир грядущий. Один был еврей из знатного рода, знаток Торы Корах, а другой не еврей Аман. Историю Амана знаете, да? Аман был вторым человеком после царя. Но после того, что он сделал с Мордыхаем, в конечном счете, да, что было? Да. Да, он же собирался сделать Мордыхая повесить. Амана повесили. Не потрубили голову. Однако получилось, что оказался он там висеть. Оказался он висеть. Хорошо. Вот говорят, о чем они говорили. Ну, мы, конечно, не знаем. Ну, может, так примерно. Говорит. Согласно. Говорит. Смотри, что делает с вами Маше. Велел даже снять волосы. Но Маше тоже отстригся и побрился, отвечает Корах. Это только для того, чтобы отстричь вас. Из-за подстрекательства жены и погиб Корах. Умная жена устроит свой дом. Пример – это жена Она, сына Пеллета. Она спасла его. Узнав, что муж собирается присоединиться к бунту Кораха, она сказала, стала его отговаривать. Зачем тебе стревать споры? Будет ли главным Маше или Корах, тебе главным не быть. Но мы договорились и поклялись бороться сообща, сказала она. Жена посоветовала ему, пока суд додела, прилечь отдохнуть и напоила его вином. А сама села у двери с распущими волосами. Пришли люди Кораха поднимать сообщников на восстание. Постучали в дверь она. А тот безбесежно спал и не открылся им. Они приоткрыли дверь. Увидев женщину с непокрытой головой, поспешили уйти. Так вышло, что Корах провалился сквозь землю, а один из главных его соратников, он, сын Пеллета, остался жить. Да, ну, такие вещи. Хорошо. И мы видим, что такая революция, казалось, была вызвана такой благородной программой. Еще благородной программой. Но что это привело? К чему это привело? Да, вот еще интересно, что. Была такая притча о вдове, который распространял Корах. Жила у меня по соседству одна вдова, а с ней две девочки-сиротки. И было у нее одно единственное поле. Стала она вспахивать. Пришел Маша и заявил, нельзя пахать свалом и слом в одной пряжке. Начала она сеять, сказал он ей, не засевай поле разнородными растениями. Стала она сжать, вязать снопы. Говорит, остав упавшие колоски, забытый сноп и держатый конец поля для бедных. Пошла она молотить, говорит он ей, одели первую десятину и вторую десятину. Покорилась она своей участи и отделила, как он сказал. Взяла она и продала свое поле и купила двух овечек, чтобы прикрыться с их шерстью и питаться их приплодом. Но как только принесли они приплод, пришел Арон и сказал, отдай мне первенцев. Покорилась она своей участи и отдала ему ягнят. Пришло время стрижки, она подстригла овец, а тут пришел Арон и говорит, давай первую стрижку мне. И сказал она, нет у меня сил устоять передачью человека, лучше я зарежу овец и мы их съедим. Но когда она зарезала овец, она сказала, отдай овечью ногу и некоторые другие части. И зарезав овец, я не спаслась от него, вздохнула дова. Так пусть же они будут посвящены Богу. Тогда все мое, сказал Арон, потому что так сказал Всевышний, все посвященное Богу в Израиле будет твоим. Взял он и ушел и оставил плачущую с двумя сиротками. Видите, какая сердцесчипательная история. Правда ли это? Видите, кажется, тоже многие неевреи говорят, что еврейские законы, еврейские заповеди, они настолько тяжелые. Правда? А что еще говорят? Заповеди тяжкие, да? Время легко, легко, да. И выполнение заповедей не тяжкое. А второй пункт программы бунточников – это борьба с семейственностью. Как же это? Только семейство Ароны имеет право осуществлять в скине служение. Ну, у поборника справедливости была, выражаясь современным языком, хорошая пресса, средства массовой информации. И неудивительно, как говорит Тора, Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Можете себе представить. О богатстве Кораха также говорят, что в пустыне 300 мулов несли только ключи от сундуков, с принадлежащими ему сокровищам. Поэтому про богатей и миллионщиков говорят «рэйх векорах», что на единице означает «богат» как «корах». И так мы видим, это был бунт бедных, несчастных, обездольных, которых угнетали Моше и Арон. Это был бунт богатых людей, да, те, которые так имели славу и богатство, и определенное положение в обществе, но они хотели еще больше. И вот их программа. Вся община, все святые. И все слышали на горе Сина, я Господь Бог твой. Вот видите, сейчас у нас в церкви говорят, мы все святые, нам уже ничего не нужно для святости. Не слышится ли в этом голосок Кораха? Правда? Нужно нам очень много для святости. Есть святость, это священие как процесс. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. К сожалению, очень, ну, пятидесятники учат, они это учат хорошо. А вот харизматические некоторые забывают, да. Ну, то есть, вот однобокость. Мы умеем славить Господа, да, но мы не умеем делать некоторые вещи, которые нам нужны для того, чтобы мы были в этой славе, в этой святости. Я говорю мы, потому что я тоже отношусь к тем людям, которые еще не умеют быть святыми. Правда? Вы понимаете. И фактически Бемидвар 16, 11 сказано, ты и все совщики свои стоите против Господа. И так они были против кого? Против Моше Аарона. Против Господа, да. И отсюда у нас такая заповедь, да, не ходи за большинством. Правда? Большинство и самый богатый, и именитый было за кого? За короха, да. И Казьма Прутков, не знаю, был ли он евреем или нет, но что-то похожее. Он говорил так, не плыви по течению, не плыви против течения, а плыви туда, куда тебе нужно. Хорошая мысль. И есть еще небольшой синдром холодного сердца. Вот само слово корох, да, происходит за слово кар, холодный. И слово корох имеет тот же корень, что керох, лед. То есть, он, его можно назвать, как оледеневший сердцем, да, или отец исходящего оледенения. Фамилия корох, которая с иврита звучит, да, как оледеневший, можно назвать оледеневший сердцем или отец исходящего оледенения. Какое у нас должно быть сердце? Так, один вопрос на тесте вы уже не ответили. Пламенная, правильно. А, будет, будет. У меня вопросы есть, я никак отпечатать не могу. Ну, закончить скоро будет. Хорошо. Итак, пишите, три этапа охлаждения. Первое – недовольство, неверие, третий – бунт. Да? Первое – это что? Недовольство. Недовольство. Значит, вначале они были недовольны тем, что их, как бы, обошли. И, как мы говорим об этом, что такое? Горький корень, да? Горький корень обиды. Затем, когда они стали отходить от Торы, да, у них стало, что неверие, 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 неверие. Почему? Потому что в любом случае, когда человек не верит лидеру, может ли он быть верит Богу? Правда? Есть лидеры, которые подают повод для этого. И у нас есть Тора, и у нас есть Слово Божье. Но в любом случае эти вопросы надо решать не бунтом, да? А Ишуа говорил о определенных вещах, которые нужно делать в таких случаях. Но если человек не верит лидеру, вряд ли он поверит Богу. Правда? Если ты не веришь тому, с кем ты видишься каждый день, как ты можешь поверить тому, кого никогда не видишь? Правда? Люди создают в себе идолов внутри себя. В чем проблема, видите? Вот мы говорим о любви. Когда человек влюбляется, вот влюбленность такая. И вот он создает из своего, из своей предмета любви, идол. Да? Ну вот Ромео и Джульетта покончили жизнь самоубийством. А какая история, какая любовь? Понимаете, это история идолослужения. Вот все наши истории про такую супер-уперлюбовь, да? Это фактически история об идолослужении. Потому что мы любим, и это хорошо, когда мы любим другого, да? Но мы должны равняться с кем? С Богом. И быть послушными Богу в этом. А когда у нас глаза открываются, и мы видим, что наш идол ничего не стоит, у одних это происходит через месяц после женитьбы, у других даже раньше, да? И что получается? Все, да. Ну, даже один так сильно выживал свою сестру, а потом на следующий день стал ее ненавидеть, да? Вот, видите, что происходит? То есть мы строим в своем сердце идола. И смотрите, что было идолом для короха. Он хотел служить Господу. Разве не было идолом для короха, да? Идолослужения. Его служение Господу, да? Но в то же время это было его идол. Итак, первый этап недовольства. Второй, мы говорили, неверие. И третий, это уже когда начался активный бунт. Когда начался активный бунт. Еще есть вещи из классических комментариев. И взял корох сын Исгара, сына Киата, сына Леви. Там буквально написано, взял на себя. То есть насильно втиснул в борьбу за власть. У него было все. Знатное происхождение, мудрость, обширное познание в Торе, несметные богатства. Но не было одного скромности. Его была уготована роль одного из лидеров еврейского народа. Но он не дождался своего дня. Также имя корох толкует как аббревиатуру, то есть сокращение трех слов. Ки-на, зависть, роме-муз, записывайте. Ки-на, зависть, роме-муз, высокомерие и хам-да, страсть. Ки-на, зависть, роме-муз, высокомерие, ромам, превозносить, превозношение, высокомерие, хэм-да, страсть, хэм-да. И судьба короха может служить иллюстрацией к словам трактата по учению отцов. Перкей-аот. Зависть, страсть и почести живая человека со света. Зависть, страсть и почести живая человека со света. Сказала жена короха, все забрал себе Маше, он царь. Брат его первосвященник, племянник Экогены, приносит народ священникам Труму, левитам Десятийной, и все ему. Если так сказал корох, возьму у него всю силу. И вы видите, это даже тот случай, когда они сошли в преисподнюю, какими? Умершими. Живыми. И это пример того, что если у нас при приходе Мессии имеется сродство с Мессией, то мы куда будем? Взяты наверх. А у них уже было настолько сродство с дьяволом, что даже им не надо было умереть. Они живыми пошли куда? Туда, да? И так не все умрем, да, но все изменимся. Корох и восповезники уже изменились, да? Не постигнет нас такая участь. Ну что, перерыв? Хорошо. Хорошо.